мороз и солнце день чудесно это и правда так сегодня минус 25 на улице но погода шикарная красота здравствуйте ребята идем в земляночку с ночевой погодка сегодня конечно шепчет минус 25 на улице ночью вообще тридцатку обещали так что баню хотелось топить но блин не получится быстро выставать будет надо мне еще ложечки заготовить заготовки буду делать ложечки так что ладно пойдем сейчас затопим печку быстрее до землянки дайте согреться уже под замерз немного окно вот мы и на месте земляночка наша стоит никого не было в порядке вот замело немного надо будет снег отсюда еще выгрузите оба как у нас тут дела все нормально заезжаем здесь тепло кстати сколько градусов так это получается минус минус 10 на улице минус 25 почему что 24 уходил был вот даже вода не замерзла значит и здесь тоже вода не замерзла значит градусник обманывает в минус 10 не замерзла вода странно сейчас пичушечку затопим кочегарим быстро нагреется надо будет сегодня побольше дровишек заготовить ночь будет морозная по прогнозу 29 обещали это значит больше 30 будет по-любому пичушку сейчас затапливаю покажу что с собой взял какие продукты на этот на эти сутки пойду заготавливать пилить дровишки бревна есть только напилить кстати до разводку чана напили сделать снова уже но это подсела новая ножовка которая надо делать разводку уже зажимать начинает тихонько начала уже нагреваться сейчас разбираю котомки покажу что взял покушать с собой водички тут пару литров на чаек как приготовим сегодня чего-нибудь вкусненького по моему рецепту спальник сегодня не брал с собой взял пенку так и отдельцы такое покрывала чтобы не тащиться тяжеловато конечно и место много занимает спальник но зато тепло он больше подходят не для пеших наверное если на чем-то едешь тогда вообще шикарно что с собой взял на эти сутки хлебушек чесночок с лучком для приготовления нашего сегодняшнего блюда это можно утро супчик быстро это приправки тоже для для блюда тут 5 сосисочек фруктики конфетки печеньки а это у меня всегда с собой на черный день как говорится идешь в тайгу на один день бери на неделю сделаю разводку дедовским методом топорик наточился столярный дедовским способом смотрел вот так вот разводят между зубьями вставляем и нагибает его просто через один зуб попорик-то наточил только не буду на тем не другим есть ложкой тоже можно разводить ложкой через зубчик поправляем разгибается конечно там специальные ключи всякие есть можно и так у нас тут два бревнышка там еще одно хватит наверное а вот еще стоит точно хватит на ночь продегустируем наточила снят да сейчас не зажимает нормально пилит нет подсадиться то все равно она маленько подсела уже это не удивительно сколько я уже перебил сколько уже месяц то точно пили и не помалу поэтому надо будет построить ножов ой не ножовки напильники какими их точно купить напильничек подправить но все равно по сравнению с теми которые за 500 рублей магазине покупал те вообще через один день уже сразу тупые становились что это нормально разводку сделал и попер дальше да кстати ребята надо меня же бензопилу надо еще забрать потом закопаем еще поедем который прошлом видео нашел так что сейчас на схожу и откопаю там сугробе закопано и заодно и напилю дров на костер еще на костре будем сегодня ужин готовить вкусный так что пошел бензопилу искать я нам не там прикопано как тут у нас банька пожелать не получилось сегодня попарится все нормально так то она нагреется просто быстро будет выставать смысла нет особо вступить следующий раз уж вот она маленько не в том месте искал ну-ка протестим заведется нет пол месяца тут лежала кстати как-то заводил ее после того как она в сугробе лежала долго и завелась так и неплохо я скажу некоторые это называется как она там штурм шуруповерт штурмовский я покупал его бушный он у меня уже сколько там я уносил только как не насиловал все отлично работает фирма ничего вроде и далее нет пол месяца сугробе так ребятки все сэкономил времени напилки дров так-то быстрее сейчас и на костер есть и и на ночь точно хватит сейчас на кое наколю все нормально так сейчас на несколько дней тут заготовил мировишек сразу отлично бензопила конечно вещь конечно не очень люблю шуметь в лесу на иногда приходится столичка дровишек заготовил точно на несколько дней тут рассмотреть сколько сегодня сожгу еще за ночь значит холодно будет вот так вот завалил обалдеть как первый раз только напилил вот так вот все забито нормально затарился но все пойдемте разжигать костер на улице вот столько еще на костер дровишек заготовил будем жарить сегодня люля кебаб на углях вкуснятина будет солнце уже садится потихоньку вечереет все костер у нас запалился все шикарно идем искать веточки на ложке сегодня не буду делать ложечки просто заготовлю материал что подсох а потом уже дома сделаю когда высохнет вот если на момент публикации ролика успею сделать то сейчас увидите эти кадры вот такая вот друзья ложечка получилась ну так сувенирно интересно еще тут на днях нарезал такой вот кувшинчик не знаю по цветы наверно маловато будет так лежала у меня заказывал не знаю починивать если кому-нибудь нужна будет это ссылки на озоне будут в описании из закрепленного комментария режу сейчас нордишки охотнику коробочка получается по заказа ссылка тоже будет в описании козлы побежали но вам не видно вот здесь вот есть хорошая хорошая валежина хорошими веточками из этих веточек можно будет сделать ложечки потоньше так и выбрать будут интересные такие ложечки делать как раз сухая лешего помните которого вырезал вот хочу ложечку делать а ручка будет такой леший ну так иногда в свободное время как от заказа вот здесь можно одну сделать так слом можно было ставить ну ладно так это будет нос два есть поедет тут вот так вот сделал наоборот наоборот суховато посвежее надо так так кастерчик у нас прогорает потихоньку походил поискал вот три штучки только нашел свеже очка нету сильно старый тоже не подходит шкулы замерзли начинают уже холодать чувствуется на улице ну ладно ладно пока три штучки завтра еще вон там еще посмотрю схожу и завтра на обратном пути еще посмотрю тут в округе походил особо нету свежего улежника ну более-менее чтобы не гнилой был вот вот одна маленькая выйдет две больших ну такие сувенирные если для еды я тоже буду делать из липов у меня там липовые остались кусочки из них одну уже сделал можно на озоне найти потом будет тоже ссылочку оставлены еще вторую там вырезать короче так когда от заказа в свободное время буду ложечки вырезать покрыться сейчас пойдем мясо фарш делать на люлю кебаб солнце засадится уже 5 часов время либо то друзья это жизнь скоро уже лето скорее бы уже весна весной будем почаще в лесу находиться и по неделе жить будем в лесу сейчас пока холодно далеко никуда не заберешься здесь землянки тоже особо снимать то нечего строительство надо строительство избы быстрее качественное такой красивую вот такую избу построим будет там и столярка и все будет у нас короче планы грандиозные осталось дождаться тепла только мыши бегают сейчас зашел мышь побежала пока меня нету хозяйничает кто-то говорил там какие-то приманки делать отравы капканы не ребята мне они особо не мешают пусть живут это я на их территории так ладно приготовим наш фарш пока там костерок прогорает это у нас говяжий фарш здесь специи если по специям кому-то будет интересно здесь черный перец паприка копченая зира кориандра у меня не было прованские травы а вместо прованских трав я итальянские травы положил так и все и кинза это если кому-то интересно какие специи добавлял все сюда всыпаем давайте все успеем так сейчас нам будет лучок с чесночком приготовить так разделочную досочку сделаем так есть опа куда побежала одну луковинку пару чесноковинок будем добавлять топор наточил даже бумагу режет проверял ну лучок надо будет помельче нас тругать так это потом сожгется все можно было бы конечно и побольше лучку что-то я маловато взял наверное да кстати тот нож охотничий особо не подходит вот для готовки для кухни толстоватый он поэтому если для кухни там смотрите другие ножи охотничий он есть охотничий для готовки конечно лучше потоньше конечно может на терке лучше было бы натереть ну да ладно думаю и так будет нормально чесночком фарш не испортишь как говорится помельче постараюсь вот так вот сейчас постоит напитается все друг с другом соединится как сказать будет просто сказка вот такая вот красота ребята соли надо еще добавить так ребята пока там угольки добываются пожарим сосисок перекусить не красота ли вот это спадет так вот тебе оденем вот так вот жарится сейчас вкуснее чем сыр это вот такие вот сосисочки приятного аппетита вам ну ребята приятного аппетита вам можно было или кебаб не жарить сосисок один нажарить но не должно вкусно получиться так фарш вынесем пока охладился лучше будет липнуть можно будет уже жарить это прогорит маленькая так ладно вроде костерок прогорает уже умный нанизывать на палочки жарить уже потихоньку отбить его если не отбить будет отпадывать воздуха в нем не осталось проверять держится не особо держится еще отбиваем все отбил вроде не знаю будет держаться нет сейчас узнаем пойдемте там уже полумесяца вылез как в сказке такой красивый у нас угли то хоть и остались нет это углей то уже нет я моя столько дров спалю вот и так держится что-то маленько один есть еще надо палочку что-то искать вот это сорвем вот так вот все вроде пожарились уж наверно забираем ветка рода дерево входа хрустит наверно накрываем вот красота получилась сейчас будем дегустировать здесь пропеклись как-то все вкусно но не пойму чего-то не хватает но чесночку побольше набал вот чесночку побольше бы добавить нормально было так что ванна всем приятного аппетита ладно друзья фильмец посмотрю до спать буду ложиться вроде ничего не делал а устал а а а Продолжение следует...